Виртус Про Медведь не всегда был нашим символом, и даже цветовая гамма ВП изначально была совсем другой. Первый логотип клуба был черно-белым и ассоциировался только с КС, потому что начинали мы именно там. Потом ему на смену пришел металлический щит, на котором впервые появился медведь с когтями. На следующем нашем лого у Мишки появился всем уже знакомый Аскал, и форма стала напоминать вымпел, все в той же металлической гамме. И только в 2012 году нашими цветами стали черный и оранжевый. Спустя 6 лет к нашему 15-летию мы полностью переосмыслили нашу айдентику и представили обновленный стиль Виртус Про, сохранив при этом преемственность старого лого. Теперь у нас есть буква В, новый дерзкий Мишка и все та же черно-оранжевая гамма. Ну и, конечно, логотип наших вторых составов ВП Продиджи с узнаваемыми элементами оригинала, но в другой цветовой гамме. Кстати, еще один интересный факт. Виртус Про – единственный киберспортивный клуб, который на время шанхайского Инта полностью видоизменил свой визуал. Медведь стал пандой, оранжевый сменился красным, а все никнеймы были переведены на китайский. Задолго до появления ВП Продиджи у Виртус Про уже было два состава по одной дисциплине, и это тоже была Дота 2. В 2014 году ВП подписали стак «Нам везет, мы играем», который впоследствии был переименован ВП Полар. Это был полноценный второй состав, как сейчас ВПП. В апреле 2015 года ВП Полар остался единственным составом Виртус Про по Доте. Следующий факт я застала лично и хорошо помню эти времена. Когда-то ВП и Na'Vi были самыми настоящими братьями. С 2015 по 2017 год из Force Holding управлял медиаправами как ВП, так и Na'Vi с Винсером. И если учесть этот факт, то можно заметить, как много общего у нашего мерча того времени. Кстати, еще один всемирно известный тег, который тоже тогда был нашим братом, это SK Gaming. За всю историю клуба под нашим тегом играли 226 киберспортсменов, среди которых были даже Zews, Kuroki и Яна Бетру. Разные составы ВП за эти 17 лет сыграли на 509 турнирах. Но я, кажется, знаю, какой турнир всегда будет занимать отдельное место в ваших сердечках. Кстати, именно в Киеве в 17-м году наши ребята стали первой командой из СНГ, которая сыграла в финале мейджора. Еще немного статистики. С 2013 года Virtus.pro нафармили 14,5 миллионов долларов. Больше всего призовых заработали дотеры. 9,5 миллионов. Победоносные факты. 5 апреля 2013 года наши кейсеры сбили легендарный и непобедимый стрик непов из 87 побед подряд на ланах. Дело было в Киеве, на Старсире. За нас тогда играли Дося и Адрен. В Virtus.pro никто не верил, а они не только выбили непов в нижнюю сетку, но и повторно смогли развалить шведов в финале. Праздновать победу на сцене выбежали даже Энесс и Смайл. Кажется, мы стали забывать, что в зале славы Virtus.pro хранится чемпионский кубок за победу на мейджоре по CS GO. В 2014 году в Катовице наша польская пятерка провела две безупречных серии против NIP и вписала себя в историю. К слову о мейджорах. Наш состав по доте играл в девяти финалах и пять из них завершились победой Virtus.pro. Есть в нашей истории тот период, когда парни сыграли в пяти финалах подряд. Помимо самих мажоров, наши дотеры также выиграли первый DPC сезон 17-18. А еще Virtus.pro, единственный клуб, игроки которого становились MVP турниров от ESL целых четыре раза. И таким образом собрали автопарк из четырех мерседесов. Нул-1 забрал аж две тачки. За время своей карьеры в ВП Рамзе стал, пожалуй, самым медийным российским киберспортсменом. Будучи игроком нашего дота-состава, он успел стать лицом Head & Shoulders, сняться в федеральной рекламе, попасть на обложку РБК в рейтинге Forbes на странице Esquire и выиграть несколько престижных премий. Но еще до появления Рамзика в наших рядах медийку ВП взрывали польские кайсеры. Именно они были первыми киберспортсменами, которые появились в эфире Камеди в 2016 году. Следующая остановка – Первый канал. Наши ребята засветились сразу в четырех эфирах вечернего Урганта. В первом выпуске Соло учил Урганта играть в доту и явил миру Ваню Пуджа. Потом Иван рыбачил с Джимсайдом. Ну ты понимаешь, что это другое вообще, ну это же природа, это тишина какая, какой воздух. Джамал, ну нравится тебе, скажи мне. Нет. И, наконец, наш КС-состав провел шоу-матч со звездами в Йота-арене. Помимо Урганта с ребятами играли Фиду, Киевс, Тонер и Егор Крид. Команда профессионалов Виртуз Про сразится с командой, в которую входят мои друзья. Меня убил ножом Фиду. Также после победы на ESL One LA 2020 в этом году Ваня Ургант в эфире программы созвонился соло и поздравил всю команду с победой. Здравствуйте, Иван, здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Алексей. Ну мы поздравляем вас, мы поздравляем Виртуз Про с победой. Помимо всевозможных киберспортивных дисциплин, которые в разные времена представляли игроки нашего клуба, в списке наших соревнований также присутствует футбольный матч. В 2017 году парни из ВП и из Кейгейминг встретились на домашнем стадионе футбольного клуба Кёльн в Германии, скинулись по 50 тысяч долларов и разыграли 100К в настоящем жестком футбольном замесе. За нас тогда выступали польские кайсеры, главред нашего сайта и даже игрок состава по Лолу. Ребят, я там была и это было офигенно. Прямо на стадионе матч комментировали Вилат и Виктор Гусев. Трансляция шла на Твич, это просто сломало все шаблоны киберспортсменов. В итоге мы уступили бразильцам со счетом 2-1, но это все было неважно. Главное, что в тот день спорт и киберспорт были близки как никогда. Ну и, наконец, факт, который касается каждого из вас. По нашим приблизительным подсчетам, фанатская база ВП это около 3 миллионов ребят по всему миру. Именно вы, наши болельщики, делаете Виртуз Про сильнее. Именно ваша поддержка заставляет игроков снова и снова добиваться побед. И именно вас я поздравляю с нашим общим праздником. Загадывайте желания! С днем рождения, медведи! И до новых встреч!